31 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Дианово, которому решением правительства Омской области присвоено имя олимпийского чемпиона Ивана Дворного, прошло торжественное открытие мемориальной стены, посвященной памяти знаменитого баскетболиста. Честь сделать это была предоставлена первому заместителю министра спорта Омской области Ивану Колеснику и вдове спортсмена Татьяне Дворной. Вот именно такими мемориальными стенами, переименованием спортивных комплексов, турнирами, которые мы проводим в честь наших ветеранов по различным видам спорта, мы как раз чтим традиции и прививаем их подрастающему поколению, что сегодня крайне важно. Большое-большое спасибо, что все-таки нашего папу будут помнить долго, дети будут приходить заниматься и мы очень горды. Торжественное событие приурочили к старту плей-офф нынешнего сезона чемпионата России по баскетболу. В первой игре 1-4 финала нефтяник сразился с клубом Платов из Новочеркасска. Омские баскетболистки активнее начали матч и повели 23-18. Первую четверть начали хорошо, раскидывали, находили свободных игроков, в защите работали слаженно. Развить успех не удалось. Баскетболистки из Новочеркасска усилили игру в защите, забросили несколько мячей в быстрых атаках, сначала сравняли счет, а затем вышли вперед 37-44. Мы понимали, что нам нечего терять, а мы знали, что Омск они все равно переживали, что мы такая команда, что от нас непонятно, что можно ожидать. Нефтяник нашел силы переломить ход игры. Под занавес третьей четверти амички вернули преимущество в счете 60-57 и сохранили превосходство в прессинге и точности бросков до финальной сирены. Нефтяник победил 72-68. Мы просто начали больше двигать мяч, из-за этого были у нас много свободных бросков и игроки Платова нас иногда теряли и у нас получалось забить. Лучшими игроками матча были признаны баскетболистка Нефтяника Елизавета Зайцева и Дарья Левченко из Платова. Специальные призы спортсменкам вручили Иван Колесник и Татьяна Дворная. Следующая игра в серии «До двух побед» пройдет 4 апреля в Новочеркасске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова